Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема называется так – психические расстройства у детей. У нас в студии украинская Лидия Борисовна. Это главный детский специалист-психиатр нашего Министерства захоронения Ульяновской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Лидия Борисовна, давайте начнем с того, какова статистика психических расстройств у детей. И, может быть, и в Ульяновской области скажете, и в сравнении, может быть, с Российской Федерацией в целом. Хорошо. Ну, статистика как бы не очень радует по распространенности психических расстройств среди детей. Что касается нашей Российской Федерации, то заболеваемость растет психическими расстройствами и врачи-психиатры. Это уже как факт, да? Это как факт, да. Это есть цифры, это как факт. Но по разным регионам она, конечно, разная. Там, скажем, если взять Забайкалье или Дальний Восток, то там что-то может быть. То есть по регионам она различается. Различается. Но незначительно, да? Ну, даже значительно, можно сказать. Да, есть такие регионы, федеральная круга, где, ну, просто зашкаливает даже заболеваемость. Но наша Ульяновская область на данный момент находится как бы на среднем уровне. То есть наши показатели не превышают общероссийские. Ну, приемлемые вполне. Приемлемые, вполне приемлемые, да. Но тем не менее заболеваемость растет. Если вот так проводить анализ, вот мы даем отчет, скажем, с 2018 по 2020 год, да, там за три года даем отчет, вот я отчитывалась. То заболеваемость 2018-2019 год увеличилась, да, в 2019 по сравнению с 2018, в 2020 году она немножко уменьшилась. Но мы связываем это с тем, что все-таки была пандемия. Люди сидели по домам. Кто-то разъезжался в сельские местности. То есть сразу такой вот испуг был, и люди, в общем-то, мало обращались к врачам, я думаю, не только к нам. То есть по самой крайней необходимости. Что касается структуры вот наших, да, психических расстройств, то она подразделяет, значит, она выглядит так, что все-таки превалирующее место занимают в структуре расстройства пограничные, психические расстройства. То есть которые не относятся к большой психиатрии. Это, скажем, психозы, шизофрения, там, эпилепсия, деменция, слабоумие. Пограничные расстройства, они занимают, то есть вот они превалируют, особенно за счет поведенческих нарушений среди детей. То есть идет этот рост поведенческих нарушений не только в подростковом возрасте, но и в дошкольном возрасте, и в раннем школьном возрасте. За счет каких-то органических расстройств. И на их фоне органических расстройств появляются невротические расстройства. То есть вот этих расстройств много. Много аффективных расстройств. Расстройств когнитивных, речевых расстройств в младшем возрасте. Ну вот, Лидия Борисовна, вот тогда, получается, какие факторы все-таки вот способствуют, на ваш взгляд, развитию психических расстройств? Ну, что касается факторов, я думаю, не то, что думаю, но вообще, как бы это уже и доказано, известно, это на первом месте все-таки генетика. То есть наследственность имеет значение? Это имеет значение, да. На первом месте это наследственность. Далее биологические какие-то факторы. Та же самая, как протекала у мам беременность, как протекали у нее роды, какими заболеваниями болел ребенок. То есть сбор анамнеза обязательно должен быть? Обязательно, да. Сбор анамнеза. То есть обстановка окружающая ребенка. Это семья, это школа, это детский сад. Ну, это как бы вот социум ребенка, его окружение среди сверстников, да, то есть окружение сверстников. То есть все это вот влияют, такие вот внешние факторы, они влияют на воспитание в семье. То есть сама семья и воспитание, какой вид воспитания в семье, правильно детей воспитывают, потому что много видов есть патологического воспитания, которое, ну, просто, скажем так, может вызвать даже, ну, заболевание у ребенка. А скажите, пожалуйста, вот правильный образ жизни там, да, вот, ну, здоровый образ жизни, да, отсутствие вредных привычек, да, это тоже вот как бы препятствует развитию каких-то вот из пограничных разделов, чтобы это все перешло в заболевание? Конечно, но опять-таки это все равно идет из семьи, понимаете, из окружения, то есть как принято в семье, да, там, если люди, ну, если родители ведут здоровый образ жизни, да, то есть занимаются спортом, ну, хотя бы... И прививают это ребенку, да? Да, они прививают это ребенку. Они не сидят около телевизора, они не сидят с гаджетами в руках, то есть они, например, читают, да, просто общаются, там, как-то играют. То есть, естественно, и ребенок не будет с измельства приучен гаджетам, он также будет, наверное, интересоваться и книгами, и познавательная сфера у него будет лучше развиваться. То есть все это взаимосвязано. Ну, кстати, вот сейчас дети, да, они вообще привязаны, да, к этим игровым приставкам, компьютеры, там, планшеты, да, вот это телефоны сотовые, значит, ну, вот на самом деле как-то совсем как-то ограничить ребенка от этого всего, да, или все-таки как-то дозирно это все можно, да, и как всему этому можно препятствовать, если, например, сейчас идет дистанционное обучение, да, то есть совсем избежать мы этого не можем, да, потому что, ну, современный мир, современное развитие, да, оно требует уже общения, как говорится, с такой техникой, да, но вот как вы считаете, совсем убрать можно это или все-таки как-то это контролировать просто нужно? Ну, конечно, убрать гаджеты мы не можем, потому что у нас уже мир весь полностью цифровизация. Да, произошло. И тут есть и положительная сторона у гаджетов, потому что очень много положительного. Интеллектуально, конечно, идет развитие. В плане интеллектуального развития, то есть в плане познания, познания мира, для роста круглозора. Но в том числе есть, естественно, и отрицательные стороны. Но отрицательная сторона, это известно, что самое такое ужасное – это компьютерная или интернет-зависимость. То есть дети очень быстро становятся зависимыми от гаджетов. Почему? Ну, опять-таки я говорю, хочу сказать про семью. Если родители, мама сидит с гаджетом в руках, ребенок сидит у телевизора. Или вся семья у телевизора, ребенок с гаджетом, хорошо, чем-то занят, ему интересно, весело. Естественно, ему весело, если интересно, то он уже привыкает к этому. Он отвыкает от игрушек, он отвыкает от книг. То есть ребенку не читают. Но есть такие, конечно, семьи. И когда приходят к нам с детьми от двух до трех лет, мы по приказу о диспансеризации смотрим таких детей, то когда начинаешь говорить, обязательно я всегда обговариваю, что с гаджетами аккуратно, не больше 10 минут в день с детьми, пусть 15, но обязательно в вашем присутствии, чтобы вы это контролировали, чтобы телефон тот же, он просто не лежал на столе. И ребенок не считал, что это игрушка. Подошел, взял в любое время. Нет, вы должны время дозировать, вы должны давать сами гаджет в руки ребенку. И, в общем-то, контролировать это и просматривать вместе с ним то, что происходит на экране. То есть если он смотрит мультфильм, то вы обговариваете сюжет, плохой герой, хороший герой. То есть как бы вот так все это ребенку объясняете. И говорите, что да, для чего он нужен, этот гаджет. И тогда, я думаю, нужно прививать культуру обращения с гаджетами. И тогда, я думаю, проблем, если это идет последовательно, регулярно, проблем в дальнейшем быть не должно все-таки. Скажите, а что должно все-таки родителей насторожить в поведении ребенка, чтобы они действительно как-то тревогу забили какую-то или хотя бы насторожились? Или поведение ребенка именно спровоцировало именно обращение уже к специалисту, к психиатру? Вот что должно? Вы имеете в виду отношения гаджета? Нет, вообще поведение ребенка. Ну, это обычный ребенок. И вдруг что-то, что должно, какие-то стороны должны насторожить родители? Ну, насторожить может, конечно, очень многое. Ну, давайте, скажем, вот такие возрастные, да, скажем, с двух до четырех лет, да, это идет речевое развитие, формируется фразовая речь, да, то есть самосознание ребенка. Тут мы смотрим, то есть какие могут быть? Это задержки речевого развития, да, вот такие нарушения. Это могут быть задержки общего развития. Это могут быть какие-то нарушения коммуникации ребенка с окружающим, потому что в два года ребенок уже может даже... То есть общение должно быть обязательно. Да, нарушение общения. То есть есть такие расстройства, как аутистический спектр, довольно-таки известный, и многие родители сейчас уже много интересуются, в общем-то, потому что нет у ребёнка речи, но речь тоже там стоит в одном из пунктов идёт речевое развитие, задержка речевого развития. Ага, но ребёнок не разговаривает, то есть они уже настораживаются. Отсюда и общение, кстати, вытекает сразу же. Да, общение, общение. Трудность вообще не идёт. Да, но мы дифференцируем, то есть ребёнок может мимикой вам ответить, проявить как-то свои эмоции. Он участвует в диалоге. Жестами мимикой, пусть у него даже речи нет. Ну, поведенческие нарушения, да, то есть младшего возраста, скажем, это часто истерики. Тоже нередко обращаются к нам с этим родители, когда ребёнок по какому-то поводу или без повода начинает истерить. То есть он кричит... То есть не просто капризничает, а прямо истерики идут, да? Нет, это истерики, которые очень сложно успокоить. То есть в какой-то степени они бывают манипулятивные, то есть ребёнок чем-то добивается, с чего-то добивается этими истериками, то есть кричит, бьётся, там, хлещет себя, может быть, руками, это может... И это не разовое, а прямо вот... Это повторяется в день и по несколько раз. Стоит ребёнку сказать нельзя, нет, не дам, а он этого добивается. Или, например, он не хочет кушать, или он хочет кушать с мультфильмами, да? Ну, мама как-то одумалась, нет, давай, мол, покушаем без этого. Всё, начинается истерика. Но ребёнок этим добивается своего, то есть это как бы воспитательные моменты. То есть приучили к чему-то ребёнку? Не, но в то же время это может насторожить, конечно. Это может насторожить, но как бы всё-таки родители должны всё-таки психообразовываться, да? То есть знать, что такое бывает, и как себя вести в таких ситуациях. То есть ребёнку не потакать, оставить его в покое, да? То есть как-то переключить лучше всего, если получается, маленького ребёнка всё-таки можно переключить чем-то. Мы можем говорить, как родители должны себя вести, да? Да, ну это обязательно. Но обращаться к психиатру в этом случае нужно? К психиатру? Ну, я думаю, может быть, сначала все-таки к неврологу можно обратиться. Вот, Лидия Борисовна, вот тогда такой вопрос прямо. Давайте сразу, как говорится, все точки. Именно к психиатру, понимаю. Да, вот смотрите, вот есть, многие люди очень часто путают, да, вот, как бы, вот такие понятия. Психотерапевт, психолог, психиатр, да. Вот давайте все-таки скажем, да, кто чем занимается, да, и к какому специалисту все-таки вот при каких-то нарушениях психических вот таких, да, ну, при расстройствах, да, нужно, к какому специалисту, с чем нужно идти, как говорится? Ну, психиатр – это, значит, доктор с высшим образованием медицинским, который получил специализацию, интернатуру или ординатуру по психиатрии. Это доктор, который занимается психическими расстройствами. То есть к нему обращаются там с определенной проблемой, он собирает анамнез, собирает жалобы, анамнез. То есть то, что вы сказали, и пограничные разделы к нему относятся, и уже заболевания, да? Да, пограничные, да, и заболевания. Перечислю я эти заболевания, то есть вот эти вот факторы, вот эти расстройства, которые к нам обращаются. Конечно. Далее, кто такие, кто такой психотерапевт, да? То есть сейчас очень популярный, ну, в общем-то, и давно эта профессия пользуется спросом психотерапевта. То есть это тот же врач-психиатр, который те же этапы пройдены им, да? Ну, плюс он еще получает специализацию по психотерапии. Но он, наверное, диагностикой не занимается как таковой, да, в целом? Он диагностикой не занимается как-то. Он, наверное, больше вот помощь какой-то. Ну, вы знаете, он, то есть вот психиатр, он занимается, в общем-то, и большой психиатрией, да, то есть и пограничной. Психотерапевт, он оказывает помощь больше пограничникам. То есть те, это, скажем, аффективное расстройство, депрессия, это обсессивно-компульсивное расстройство, раньше они назывались навязчивое состояние. Это панические атаки, да, то есть тревожные состояния, страхи какие-то, фобии, личностные расстройства. Этим занимается психотерапевт. То есть у него есть определенные методики, он с помощью этих методик помогает людям. Также он может, психотерапевт, выписать препарат, так как он является врачом-психиатром, в общем-то, те же депрессии он тоже может лечить. И психотерапевт, да. Да, он напрямую может обращаться к, то есть пациент может обратиться к психотерапевту, ну или как бы мы вот даем информацию о том, куда можно там пациенту или с ребенком отвезти, то есть с ребенком обратиться после нас уже к какому-то психотерапевту. Ну и психолог тогда. Психолог. Ну психолог – это человек без высшего медицинского образования, он с высшим психологическим образованием. Педагогическое, может быть, да. Он занимается, да, в основном так. Занимается в основном нормой. То есть он занимается тестированием, диагностикой, тоже личностных особенностей. Если он чувствует, что тут уже не норма, да, там у ребенка, скажем, то он уже этим все не занимается. Он дает, как бы, он направляет уже или к какому-то специалисту, или к неврологу, или к психиатру. То есть диагностикой он не занимается, лечением он не занимается, и препарат он выписать никакой не может. Есть еще клинический психолог, да, то есть тот, который знаком все-таки с психопатологией. специалист, тоже проходит он специализацию, и он уже более ориентирован в этих психических расстройствах, к нему, как правило, направляет все-таки психиатр. То есть он тестирует, у него особое тестирование проходит, он может исследовать интеллект, мышление, личностные особенности, заподозрить какое-то психическое заболевание и посоветовать, помочь психиатру или даже направить. Насколько я знаю, там тоже точно довольно-таки высокий процент точности по этим анкетам, тестам. Да, тестов много. Лидор Борисович, ну вот все-таки, опять же, про помощь психиатра, психиатрической службы. Вот очень часто родители останавливают то, что назовут его ребенка, может быть, ненормальным, или с каким-то особенностями, не таким, как все остальные. Как-то боятся, что поставят какой-то учет, например, и так далее. То есть какие-то потом будут препятствия в его дальнейшей жизни, профессиональные навыки получить, какие-то образовательные навыки. Давайте немножко развеем этот миф, наверное. Потому что, на самом деле, это такой камень преткновения. Немножко какой-то такой страх перед посещением психиатра. А этого быть не должно, потому что современная помощь, я так понимаю, она очень важна. Давайте об этом скажем. Это называется стигматизация в обществе. Но это было и есть и в настоящее время. То есть мы слушаем окружающих. Ага, ты пойдешь к психиатру, тебя поставят на учет. Ты потом, значит, не сможешь, или твой ребенок не сможет потом учиться, где он хочет, приобрести такую-то специальность, ему не дадут права, ну и так далее. То есть это стыдно. Ну что нужно сказать? Ну, во-первых, когда вы обращаетесь, то есть когда к нам обращаются, к психиатрам, все это добровольно, на основании закона о психиатрической помощи, у нас существует такое понятие, как врачебная тайна. То есть то, что мы знаем про своих пациентов, мы никуда разглашать не можем. Никакой учет никуда не ставится, да? Что касается учета, конечно, у нас учета сейчас нет. Сейчас есть диспансерное наблюдение. Но это другое совсем же. Это совсем другое, да. Но, опять-таки, на диспансерное наблюдение мы берем тех детей, ну вот, скажем, детей там, или каких-то взрослых, то же самое, которые страдают хроническими психическими расстройствами, такими затяжными и тяжелыми, и которые нуждаются в регулярном лечении, в регулярном наблюдении. И коррекции какой-то. Да, в коррекции, в наблюдении. И снимаются. И такие, то есть больные, при стойкой такой хорошей ремиссии, они снимаются с этого наблюдения. Но таких, конечно, пациентов мы вызываем, мы за ним их контролируем, потому что они могут быть, то есть не принял лекарство, не принимает там, что-то нарушил, просто это может принести ухудшение его здоровью, ребенка. Поэтому мы как бы, ну, отслеживаем таких обязательно детей, такие семьи. Есть еще консультативное наблюдение. Консультативное наблюдение, то есть вот к нам пришли, проконсультировались, назначили мы лечение, да, назначили срок, когда к нам нужно прийти, то есть проконтролировать. Это уже зависит от человека, хочет он прийти, не хочет он прийти. То есть мы уже как бы это контролировать не можем. Конечно, диспансерная группа, она из года в год растет, так небольшими темпами, но растет все-таки. Далее, получение, значит, разрешения на учебу. Практически учиться можно на кого угодно, да, то есть, ну, есть, конечно, какие-то ограничения там для кого-то, но для тех, кто, скажем, ну, дети там инвалиды, да, или которые страдают, на самом деле, тяжелыми психическими расстройствами, конечно, права не дадут там человеку, если у него умственное, там снижение идет, да. Но это же в самом любом случае будет обговариваться, правильно? Это будет всегда обговариваться, мы всегда объясняем, мы берем согласие письменное с родителей, берем согласие, и вот мы гарантируем, что мы никуда, никакие сведения, ни соседям, ни по телефону, мы не имеем права, и мы никаких сведений никому не даем. Вот мама, вот ее документы, мы всегда удостоверяемся, что это мама, мы не можем принять, например, с бабушкой, мы можем принять с опекуном, если он приносит документы, что это человек, который законный представитель ребенка. Это очень важно. Бояться не нужно абсолютно, и всегда мы на приеме обговариваем, всегда обговариваем, будет диспансер, то есть мы втихаря так, ах, мы возьмем вас на учет, то есть на диспансерное наблюдение, мы так не делаем, мы обговариваем. Но, в общем-то, есть такие состояния, конечно, очень тяжелые, которые мы даже без согласия должны брать, но это как-то больше у взрослых все-таки, да, но у нас, все-таки мы с родителями все это обязательно обсуждаем. Лидия Борисовна, ну вот все-таки вернуться к теме такой очень частой проблемы, как вот неусидчивость ребенка, вот неусидчивость, на самом деле, вот в детском саду, там, в школе, да, вот это все-таки надо здесь волноваться родителям, да, или все-таки это какой-то такой раздел поведенческого такого механизма какого-то? Ну, я считаю, что волноваться, в общем-то, нужно родителям, конечно. Если ребенок неусидчив, да, расторможен и в школе, и дома, там, или в детском саду, то есть везде, находясь на улице, там, находясь где-то в очереди, в магазине, то это состояние, это расстройство психическое, которое называется синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это довольно-таки, ну, не то, что тяжелое, но очень проблемное состояние ребенка. И родители, конечно, можно таких просто посочувствовать им и пожалеть их, потому что с такими детьми сложно, сложно общаться, сложно заставить их что-то сделать. Какие признаки этого состояния? Это дефицит внимания, нарушенное внимание, это моторная расторможенность, гиперактивность и импульсивность. А статистики по этому расстройству не ведется у нас в России. Диагностируется оно, как правило, ну, где-то в 6-7 лет, то есть когда ребенок начинает ходить в школу, но заподозрить его уже можно до 4 лет. То есть когда ребенок не усидит в играх, он не доводит до конца, скажем, игру, он постоянно прыгает, бегает, трудно привлечь его внимание к чему-либо, к той же, там, убрать игрушки, покидал и все, убежал дальше, хватает все, да, какие-то предметы. Он очень импульсивен, он не может долго ждать, да, то есть вот все, что пришло ему сразу в голову, то есть сам контроль абсолютно нет у этого ребенка. И с возрастом это усугубляется? Это не то, что усугубляется, но как бы надо все-таки вовремя обнаружить это, поставить диагноз и начинать работать. Медикаментозное лечение. То есть обращаться надо к психиатру в этом случае? Обязательно. К неврологу ли вы сначала обратитесь? К психиатру обязательно нужно. Что касается лечения, такие дети, кстати, плохо усваивают программу. Хотя интеллект у них, в общем-то, если вот это чисто, ну, истинный такой СДВГ, да, оно сохранный интеллект. Но учеба все равно будет страдать, потому что внимание это предпосылки интеллекта, работоспособность, усидчивость. Без этого, ну, никак. Ну, может быть, первый класс там все прекрасно будет. Ну, а дальше-то, когда уже нужно, то есть такое произвольное внимание, а его нет, будут сложности. Это трудности в адаптации будут у ребенка. То есть в коллективе, в детском, ему очень сложно будет привыкнуть общаться, да, то есть какое-то место такое, чтобы тебя уважали, читали с тобой. То есть конфликтные такие дети. Проблема, конечно, и учителей. Иногда учителя как бы уговаривают родителей вывести детей на индивидуальное обучение таких. Ну, мы, конечно, против врачей, потому что все-таки с ребенком должны работать педагоги. И так как лечения таблетированного нет, то есть медикаментов нет, практически нет, я сейчас скажу, что за границей это, в общем-то, лечат, но это связано, то есть вот это заболевание, оно связано с расстройством обмена нейромедиаторов, да, то есть и дофамина, то есть недостаток дофамина. И за границей лечат стимуляторами. Эти препараты у нас, они запрещены в России. Есть один препарат, который разрешен, атомоксицин, он достаточно недешев, 50 на 50 работает, то есть не у каждого ребенка, и очень много побочек. И принимать его, в общем-то, нужно постоянно. То есть пока ты принимаешь... Ну, это, Лидия Борисовна, в любом случае будет решать специалист, да? Да, это решает специалист, но я просто хочу предупредить, что тут основное, это, конечно, воспитательные меры. Конечно. То есть обращение к психологу в крайнем случае, но для начала нужно все-таки заниматься ребенком в семье. То есть можно ребенка как-то все-таки организовать, скажем, если это школьник, то есть рекомендуется ему рабочее место, планировать, обязательно соблюдать режим дня, обязательно расписание, какое должно быть у ребенка. То есть последовательность. Ни в коем случае не кричать, не ругать на ребенка, потому что он в этом не виноват, что он такой непослушный. И, ну, направлять его, объяснять, беседовать. То есть ребенком нужно заниматься. Лидия Борисовна, а вот неврозоподобное состояние или неврозы, да, это очень тоже частая такая проблема. Это близко к этому, да, или это не другое? Нет, это совсем другое. Давайте об этом тогда тоже скажем, потому что это очень часто, да, тоже такое распространенное явление, да, неврозы или неврозоподобное. Тем более в нашем сейчас современном мире, да? Ну, как бы у нас сейчас такого диагноза нет, неврозы, да. Ну, как он тогда называется сейчас? Да, он сейчас немножко по-другому называется, то есть подход в диагностике другой. Это называется невротические расстройства, которые вызываются стрессами. Или, а что касается таких, ну, младшего возраста, это, значит, мы диагностируем как эмоциональные расстройства, которые возникают в детском возрасте. Ну, что это может быть? Ну, такое самое простое, например, заикание, да? То есть человек испугался, ребенок испугался там чего-то, ну, все, как говорят, испугался собаки, да, но не обязательно собаки. Какая-то может быть длительная такая психотравмирующая ситуация, даже в семье это может быть, да, и ребенок начал заикаться. Вот, то есть вот эти невротические расстройства, они возникают вследствие какой-то стрессовой ситуации. Но обязательно должна быть предрасположенность, то есть все-таки опять здесь звучит генетика. То есть вот, скажем, мама заикается там, или кто-то из родителей, кто-то из родственников, близких заикается. То есть это все-таки носит наследственный характер. А ведь не каждый ребенок, который испугался собаку, начинает заикаться. То есть, а вот эта вот стрессовая ситуация, она, ну, как бы, ну, не то, что провоцирует, ну, или сопровождает, или усугубляет вот это вот все, да, ну, может и спровоцировать, конечно, может спровоцировать. Ну, скажем, инурез есть такой, да, инкопресс, там, недержание мочи и кала, тоже может вследствие какого-то стресса, например, да, длительного стресса может протекать. Но, опять-таки, мы таких детей смотрим, конечно, но перед тем, как прийти к психиатру, да, то есть нужно все-таки обойти обязательно других врачей, случить какую-то органическую патологию со стороны органов пищеварения, к неврологу нужно обязательно сходить. Ну, вот эти истерические расстройства можно тоже детей отнести, как бы к невротическим расстройствам. А вот еще, вот все-таки, ну, мы говорили, да, что все-таки статистика такая неумолимая все-таки вещь, да, и мы говорим, что психические расстройства все-таки остаются еще на высоком таком уровне, да, но все-таки это в каком возрасте вот психические расстройства, вы практик, да, вы наш главный специалист, детский психиатр, да, вот из своей вообще практики, и своего опыта, в каком возрасте чаще всего возникают психические расстройства? С года, с двух, с трёх, с четырёх, с пяти, с дошкольного возраста, со школьного, на ваш взгляд? Ну, смотря какой, конечно, психическое нарушение. Ну, это понятно, да. Есть же такие врождённые, да. Да, есть врождённые. Но самый такой уязвимый возраст – это, конечно, подростковый возраст. Это критические, значит, это как бы есть возрастные кризы, да, это вот… То есть 12-14 лет, что ли? От 12-14 до 17 лет. Это считается, в общем-то, возраст подростковый. То есть вот если берешь после 15-18… Это дети подросткового возраста, также до 18 лет они. Это от двух до четырёх лет. Это такой сложный тоже возраст, и тоже нужно быть как бы очень внимательным. Но это, конечно же, 6-7-8 лет, то есть вот это школьное. То есть когда меняется физиология, да, то есть ребёнка, подростка, и когда к детям, к подростку уже, ну, новые требования к нему, скажем, с 2-4 лет, и ребёнок идёт в детское учреждение, да, начинает ходить, отрывается из семьи и испытывает, в общем-то, стресс к этим, чтобы приспособиться. И здесь уже внимательнее надо, да? Здесь надо, потому что, вот, кстати, к расстройству эмоционального спектра тоже, они вот относятся к расстройству адаптации, которое сопровождается повышенным уровнем тревоги у детей. Вообще повышенный уровень тревоги повышен и у детей, и у подростков, и вот это вот наблюдается сейчас очень так явно. Ну, что касается подросткового возраста, ой, значит, вот возраста, школьного возраста, здесь мы сталкиваемся с нарушениями усвоения программы школьной, да, тем более вот сейчас, когда вот период такой вот эпидемии, когда детей переводят на дистанционное обучение, сталкиваемся, или как бы вот нужно, да, обратиться к нам, если ребёнок не усваивает программу, если он утомляется, если он невнимательный, не обязательно там СДВГ, но вот нарушено внимание, если у него головные боли, если он не усваивает программу, именно вот как у таких вот в отдельных предметах, есть специфические расстройства развития школьных навыков, там вот это чтение, да, у него нет навыков письма, у ребёнка могут быть поведенческие нарушения, протестные реакции. Скажем, родители очень много требуют от школьника, то есть вот у них такие, может быть, как-то амбиции, или, может быть, вот я отличник, и ты будь отличник, но не учитывают возможности ребёнка, то есть вот это тоже может и к невротическим расстройствам таким эмоциональным привести. И к протестным реакциям, да, то есть вот, и даже к депрессивным нарушениям каким-то может это привести, опять-таки к повышению уровня тревоги, то есть ребёнок, он может и хочет, но он не может, его заставляют. Что касается подростков, ну, подростки, это, конечно, очень такая большая тема, да, подростки, когда здесь изменения тоже физиологически такие бурные проходят, эндокринная система... Ну, там гормональная, конечно, да. Гормональная, да, да. Внешне меняются подростки. Когда они стремятся к самостоятельности, когда родители уже не имеют... То есть мнение родителей для них не так важно, как мнение сверстников, и вот здесь, конечно, всё начинается. Ну, опять-таки, всё зависит от семьи. То есть если в семье такой правильный подход воспитания, если есть доверие между родителями и подростком, если подросток, как бы, ну, считается всё-таки с ними, да, то есть он не сам по себе, а с ними, со своими родителями, то, как бы, этот период может гладко пройти, но часто мы сталкиваемся к нам, так с чем приходится? Всё-таки с расстройством поведения, когда подростки становятся агрессивны, они уходят из дома, да, то есть вот есть такое понятие двиантное поведение, когда, то есть просто они даже нарушают какие-то... То есть совершают право нарушения, да, то есть и уже их ставят на учёт там в какие-то органы. А там надо разбираться, может, действительно, какое-то заболевание. То есть в любом случае как-то конкретно надо всегда разбираться. И вот с поведенческими нарушениями, конечно, к нам очень часто приходят. Ну, мы когда и лечение назначаем, медикаментозное, опять-таки, консультация, психолога. Ну, это индивидуальный уже подход к каждому. То есть к каждому индивидуальный подход. Ну, то есть ещё раз, значит, получается 2-4, да, возраст 6-7 и 12-14. Да, и 12, нет, от 12 до 17. Даже до 17 лет, то есть пролонгированный такой период, да? Да, так как вот с 15 лет до 18, ну, до 17 полных, это дети подросткового возраста считается, дети подросткового возраста. Ну, и тогда ещё давайте скажем, вот как обратиться, как получить бесплатную помощь психиатра, да? Где это можно сделать, да? И куда обратиться, и как получить эту помощь психиатрическую? Ну, проблем, я думаю, с этим не должно быть ни у кого. То есть у нас в каждой районе поликлиники есть психиатр. Давайте я вот скажу, что есть участковый, да? Да, есть участковый психиатр. То есть в каждой поликлинике. Это Засвияжский район, это второй Засвияжский район, значит, 2 района. Так, теперь, значит, это Заволжский район, там 3 психиатра. Все новые города, два психиатра и нижняя верхняя терраса, железнодорожный район и Ленинский район, это Кирово, 20. Телефон у нас 32 15 92, что касается Кирова. Также помощь родители с детьми могут получить в нашем диспансерном отделении при больнице Копсова. Это телефон 35 21 84. Сельский район обслуживает наш диспансер. Из районов могут. Да, из района туда могут приехать. Помощь однозначно бесплатная. Есть у нас психологи, которые помогают психиатрам. Взамодействие идет такое. Да, да. То есть мы даем рекомендации обратиться к психологу. У нас в Кирово, 20, в кабинете принимают два психолога. Запись по записи, но прием бесплатный. То есть, получается, помощь вполне доступна, открыта. И к каждому подход индивидуальный. И тут проблем никаких нет. Получается так. То есть только обращайтесь своевременно. Да, желайте своевременно. Никогда не пускайте, как говорится, на самотек все это. И тогда все будет хорошо. Так как потерянное время, но, конечно, чревато какими-то непоправимыми уже последствиями. Спасибо большое, Лиза Борисовна. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья. Всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин